...роли учителя как руководителя проекта, и далее я покажу несколько типовых проектов из учебников «Пундеркинда Плюс» для вторых-четвертых классов, которые могут использоваться как самостоятельные мини-проекты, так и части крупных долгосрочных проектных работ. Надеюсь, этот вебинар окажется полезным для вас, потому что проектная деятельность на уроке действительно необходима, так как обеспечивает эффективное достижение целей и результатов обучения с точки зрения компетентностного подхода. На уроке иностранного языка учащийся должен овладеть межкультурной, метапредметной, предметной, личностной и социальной компетенцией. Это наиболее важные компетенции, необходимые учащимся не только на уроке иностранного языка, но и в их дальнейшей жизни. Итак, из чего состоит межкультурная компетенция? Это большой коричневый круг на схеме. Во-первых, это метапредметная компетенция. Владение метапредметными компетенциями – это владение основными универсальными учебными действиями, то есть регулятивными, коммуникативными, познавательными. Это умение принимать решения, ставить цели, планировать свою деятельность, как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Обучающиеся осваивают метапредметные компетенции на базе одного, нескольких или всех предметов совокупности. Кардинально сейчас меняется роль учителя на уроке из транслятора знаний. Он превращается в организатора учебного процесса, помощника и советчика детей. Таким образом, самих детей в современном мире необходимо не просто учить, а направлять их в нужное русло, помогать им и в конечном итоге научить учиться самостоятельно. Предметная компетенция – это совокупность знаний, умений и навыков, которые формируются в процессе обучения той или иной дисциплины. Предметная компетенция, приобретаемая в процессе изучения иностранного языка, включает лингвистическую компетенцию, собственно, языковую компетенцию, речевую, коммуникативную и социокультурную. То есть в рамках предметной компетенции учащийся набирает все языковые, коммуникативные и лингво-страноведческие знания. К личностным компетенциям относятся интеллектуальные и творческие возможности школьника, его готовность и способность к обучению и саморазвитию, сформированность, мотивация к обучению, также мотивация к познанию, навыки межличностного взаимодействия в образовательном процессе, а также взаимодействие с одноклассниками и с учителем. Для уроков иностранного языка крайне важно развитие социальной компетенции. Успешное иноязычное общение, межкультурное общение невозможно без сформированной социальной компетенции учащейся, то есть сформированного желания взаимодействовать с другими и уверенности в себе, а также умения поставить себя на место другого и способности справиться с ситуациями, сложившимися в обществе. Таким образом, сформировать социальную компетенцию значит научить учащихся взаимодействовать друг с другом в учебном процессе при выполнении какой-то конкретной коммуникативной задачи, поставленной перед ними. Одним из путей реализации идеи развивающего обучения педагоги считают применением коллективной учебной деятельности школьников. И это не случайно, ибо учебная деятельность коллективна по своей природе и представляет собой систему социально организуемых взаимодействий, отношений и общений. Таким образом, можно отметить, что проектная деятельность на уроке прекрасно может реализовать все цели и результаты обучения с точки зрения компетентностного подхода. В центре данной схемы вы видите букву «У», которая является собирательным обозначением трех важнейших компонентов урока. Это ученик, учитель и учебник. И действуя совместно, учащиеся и учителя, вооружившись учебником, на примере учебника в «Ундеркинда плюс» я расскажу далее, как именно проектная деятельность может быть реализована на уроке и как реализуется достижение всех перечисленных высшей компетенцией в учебниках данной линии. Значимость проектной деятельности обусловлена тем, что важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий. Это достигается путем сознательного, активного присвоения учениками нового социального опыта. Как показывает практика, проектная деятельность детей, организуемая на уроках и во внеурочное время, способствует достижению личностных, предметных и метапредметных результатов. В широком значении термин «Универсальное учебное действие» означает умение учиться, то есть способность к саморазвитию, к самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком психологическом значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, которые обеспечивают самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию всего этого процесса. Один из способов решения этой проблемы – это как раз использование проектной деятельности на уроках иностранного языка и во внеурочной деятельности. Метод проекта формирует активную, самостоятельную и инициативную позицию учащегося в учении, развивает общеучебные метапредметные умения и навыки, исследовательские, рефлексивные, непосредственно связанные с опытом их применения в практической деятельности, направленной на развитие познавательного интереса учащихся. Результатом проектной деятельности учащихся является продукт, произведенный усилиями детей. Дети радуются собственному успеху, видят значимость своей деятельности, и это способствует повышению мотивации учащихся к образовательному процессу в целом. Кроме того, в процессе проектной деятельности развивается творчество и фантазия ребенка, формируется активная жизненная позиция, осуществляется интеграция образовательного процесса. Почему необходимо развивать универсальные учебные действия? Во-первых, это умение самостоятельно осуществлять деятельность учения, то есть, как я уже говорила, уметь учиться. Далее, это умение ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения. Это умение контролировать и оценивать процесс и результаты собственной учебной деятельности. А также это умение быть готовым и способным к непрерывному образованию не только в школе, но и в течение всей жизни. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. Это знание моральных норм в межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить четыре вида действий. Во-первых, это личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. Также это смысл образования и самооценка. Это действие нравственно-этического оценивания содержания материала, исходя из социальных и личностных ценностей. И также это личностный и социальный вид. Что касается конкретно иностранного языка, личностные УУД могут реализовываться через внешнюю и внутреннюю мотивацию к изучению иностранного языка и культуры в общем. Через толерантность и эмпатии к проявлениям другой культуры. Через различные приемы самооценки. И здесь важную роль играет умение работать с языковым портфелем. Я немного остановлюсь на языковом портфеле, так как любой выполненный проект может и должен становиться частью портфолио ученика в языковом портфеле. Сам языковой портфель включает в себя языковой паспорт, в который учащийся будет включать все подтверждения своих успехов в изучении немецкого языка. Это различные сертификаты, дипломы, результаты тестов и так далее. Второй раздел языкового портфеля – это языковая биография учащегося. Здесь формулированы основные умения, которые учащийся приобретет на конкретном этапе изучения немецкого языка. И третий раздел – досье – это подборка работ учащегося, которые он выбирает самостоятельно для иллюстрации своих достижений в изучении немецкого языка. И именно в этот раздел можно отнести все выполненные проекты и в конце обучения посмотреть все, сделать вывод о том, какой прогресс произошел в изучении немецкого языка у каждого конкретного ученика. Также личностные УД могут быть реализованы через практикоориентированные задания для профессионального самоопределения, но это уже скорее задания для более старшей ступени обучения. Теперь рассмотрим регулятивные УД. Для успешного существования в современном мире человек должен усвоить регулятивные учебные действия, то есть уметь ставить себе конкретную цель, планировать свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации, которые произойдут с ним в будущем. Регулятивные УД формируют умение правильно поставить перед собой задачу, конкретно, адекватно оценить уровень своих знаний и умений, найти наиболее простой способ решения задачи и так далее. Функции регулятивных УД – это организация учащихся в своей учебной деятельности. Регулятивные универсальные учебные действия – это, во-первых, целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. Это планирование, определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий. Это саморегуляция, то есть предвосхищение результата и уровня усвоения каких-то конкретных знаний, временных характеристик этого проекта. Это способность также к мобилизации собственных сил, энергии, способность к волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению каких-то возникающих препятствий. Также это контроль в форме сличения способа действия, его результата с заданным эталоном с целью обнаружить отклонение или отличие от эталона. Коррекция, то есть внесение необходимых дополнений, корректив в план и способ действия в случае расхождения с эталоном реального продукта и какого-то действия. И также оценка. Это выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Познавательные и универсальные учебные действия включают общеучебные, логические и также постановку и решение проблемы. Я хотела бы подробнее остановиться именно на логических, так как их развитие очень важно на уроке иностранного языка. И проектная деятельность позволяет максимально эффективно реализовать логические УУД. Итак, познавательные УУД логические – это анализ объектов с целью выделения признаков существенного и несущественного. Это синтез составления целого из частей, это выбор оснований для сравнения, классификации объектов, это установление причинно-следственных связей, построение логической цепочки рассуждений, а также это выдвижение гипотез и их обоснования. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиций других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Форма работы по формированию УУД на уроках немецкого языка – это, во-первых, планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками, то есть определение целей, функций участников и способов их взаимодействия. Это постановка вопроса, то есть инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. Это разрешение возникающих конфликтов, то есть выявление проблемы, поиск и оценка альтернативных способов решения конфликта, принятие решения, собственно, его реализации. Например, для начального этапа герой очень рассеянный, помоги ему собрать портфель, назови предметы, которые у него есть, используя модель, выбери школьные принадлежности и так далее. Управление поведением партнера – это контроль, коррекция, оценка в действии вашего нападника. Формирование коммуникативных УД на уроках немецкого языка способствует работа в группах и парах. Она развивает общекультурные, нравственные, социальные компетенции учащихся. Дети обучаются этике дискуссионного общения на иностранном языке, умению оценивать действия, вносить дополнения, давать рекомендации, исправлять ошибки как свои, так и других учащихся. На занятиях важно создавать условия, когда школьники поощряются, высказывают свою точку зрения, у них воспитывается умение слушать собеседника и терпимо относиться к его точке зрения. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владением аналогической и идеологической формами речи, в соответствии с нормами иностранного или родного языка. Авторы линии Вундеркинде Плюс для 11-х, для 2-х, 11-х классов на протяжении всех ступеней обучения выделяют проектную работу как неотъемлемую часть обучения, как средство повышения мотивации к изучению иностранного языка, как способ максимально эффективно научить обучающихся всем перечисленным УУД. Только через проектную деятельность, только через непосредственное живое общение, через личную заинтересованность школьников в работе можно достичь действительно высоких результатов во владении немецким и любым другим иностранным языком. Итак, цели проектной работы в школе. Социально-личностное развитие школьников – одно из ведущих направлений в образовательном процессе. Развитие личности школьника происходит по двум направлениям. Это его социализация и индивидуализация. Формирование компетенции осуществляется в процессе решения практических и исследовательских задач, направленных на интеграцию в реальную жизнь, ранее полученного опыта, а также приобретение нового опыта, новых знаний в процессе совместной деятельности с учителем и коллегами по классу. Формирование социальной и личностной компетенции происходит за счет умения работать в команде, умения брать на себя ответственность за личный и коллективный результат за счет коммуникативных умений учащихся. О развитии универсальных учебных действий мы уже говорили с вами ранее, как раз потому, что именно их развитие является одной из приоритетных целей проектной деятельности в школе. И развитие УУД происходит за счет умения ставить цели и достигать их, за счет умения планировать свою деятельность, умения работать с информацией и информационно-компьютерными технологиями, а также умение осуществлять самоконтроль и рефлексию. И самое главное, зачем нужен проект, это показать учащимся связь предметного содержания с практическим использованием его в жизни. То есть показать, что иностранный язык — это не застывшие тексты, не вызубленные наизусть диалоги. Это именно живое общение, такое, какое происходит между ними на переменах. Наверняка они обсуждают что-то интересное и нужное именно им. То же самое и тем же самым должна стать и проектная деятельность. То есть тема, актуальная и интересная детям, поможет вывести все накопленные знания в речь, преодолеть языковой барьер и заговорить на иностранном языке. Иногда учитель на уроке сталкивается с некоторыми проблемами. Во-первых, проектная деятельность требует дополнительного времени, она вынесена часто за сетку часов и не учитывается в нагрузке. Но в учебниках Мандеркенда Плюс на проектную деятельность отводится несколько уроков как раз для того, чтобы учащиеся имели достаточно времени на подготовку к своему выступлению, на то, чтобы найти материал, подготовить презентацию и выслушать всех выступающих. Также это низкая самостоятельность учащихся. Часто учащиеся не заинтересованы в теме урока, они безинициативны. Однако в учебниках Мандеркенда Плюс проекты подобраны таким образом, что абсолютно каждый учащийся найдет в них что-то интересное для себя. На каждом уровне учтены возраст и интересы учащихся. Далее вы увидите, как выглядят проекты в учебниках для начальной школы. Высокие ожидания от результата проекта. Часто учащиеся с энтузиазмом берутся за проект, но постепенно решимость падает и результаты оказываются не такими высокими, не такими хорошими, как ожидал сам ученик. Поэтому важно показать ученикам, особенно в начальной школе, ценность проделанной ими работы. Объяснить, что они уже немного сдвинулись в процессе освоения немецкого языка, как-то подбодрить их. Важно получить похвалу не только от учителя, но и от коллег по классу. Далее это зависимость результата от межличностных отношений. Часто учащиеся не хотят работать в той или иной группе из-за разногласий с собой или просто хотят делать какой-то проект вместе со своим другом или подругой. В этом случае проектная деятельность может стать прекрасной возможностью только сильнее сдружить класс и дать поработать вместе тем, кто никогда не занимался совместной деятельностью раньше. Потребность в более углубленном изучении предмета. Учащимся не хватает уровня языка для выполнения проекта. Однако все проекты в учебниках Вундеркинде Плюс построены строго исключительно на изученном материале. То есть на базе пройденной темы учащийся сможет легко выполнить задание. Что касается проектной деятельности в начальной школе, в самом начале изучения языка проекты могут выполняться и на родном языке, но в таком случае иностранный язык будет выступать естественным инструментом познания, то есть давать учащимся расширенный доступ к массивной информации. И также сомнительная связь проектов с реальными жизненными ситуациями. Опять же в учебниках ОМК Вундеркинде Плюс все проекты связаны с реальной жизнью и аспектами, с которыми так или иначе может столкнуться учащийся. То есть каждый сможет найти что-то интересное для себя и каждому обязательно будет что рассказать. Типы проектов в школе, какими бывают проекты. По видам деятельности это могут быть исследовательские проекты. Такие проекты требуют очень четкой структуры, обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех учащихся, какой-то социальной значимости, возможно, продуманных методов обработки результата. Творческие проекты не имеют такой детально проработанной структуры совместной деятельности, она только намечается и далее в процессе проекта сбывается, подчиняясь конечному результату или интересам участников проекта. Однако оформление результатов такого проекта требует четко продуманной структуры, например, в виде сценария какого-то фильма или программы концерта или сценария организации праздников в классе, в группе и так далее. Игровые или приключенческие проекты актуальны для начальной ступени обучения. Структура игровых проектов, опять же, только намечается. Участники принимают на себя какие-то определенные роли, обусловленные характером и содержанием. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, имитирующие какие-либо социальные или деловые отношения. Степень творчества в таких проектах достаточно высокая, но доминирующим видом деятельности остается игра. Информационно-ознакомительные проекты. Цель такого проекта – это собрать информацию о каком-то объекте, явлении и далее познакомить с ней участников, проанализировать и обобщить наблюдаемые факты. Структура информационного проекта – это, во-первых, получение, обработка информации и какой-то результат. Это может быть доклад, альбом с рисунками, с фотографиями, презентация, плакат, калаш, что угодно. По количеству участников различают индивидуальный или личностный проект. Такие проекты выполняются автономно. В основном они предназначены для обогащения культурного опыта ребенка. То есть его помощью отслеживаются способности преодолевать препятствия в решении какой-либо проблемы. Это может быть, например, сочинение или иллюстрирование какой-то сказки. Ценность индивидуального проектирования неоспорима, потому что ребенок учится проявлять инициативу, переживать ошибки, достижения, демонстрирует свои собственные способности. Однако дети в душе коллективисты. Они хотят взаимодействовать со сверстниками, со взрослыми. Существенной чертой психологической характеристики любого человека является умение участвовать в коллективной деятельности и совместно находить пути решения поставленных задач. Формирование у школьников устойчивого навыка коллективного сотрудничества способствует постоянное и целенаправленное приобщение учащихся к созданию каких-то общих работ. Дети учатся объединяться в подгруппы, в группы побольше, вместе обсуждать пути осуществления замысла, поэтапно планировать, согласовывать свои действия, разделять между собой обязанности, задания, помогать друг другу, беспокоиться о качестве работы не только своей, но и других, о работе в целом. Опыт коллективного творчества приобретается на фоне совместных положительных эмоциональных переживаний, способствующих развитию дружеских взаимоотношений между детьми. Поэтому для детского развития необходимы парный, групповой и фронтальный проект. Парный проект осуществляется парой участников. Дети приобретают навыки сотрудничества, учатся действовать вместе на одном пространстве, решают общую проблему, выбирают адекватные способы ее решения. Групповой проект осуществляется группой участников от трех до шести человек. Фронтальный или коллективный проект выполняется, соответственно, всем коллективом. По продолжительности это могут быть краткосрочные проекты, которые направлены на решение небольшой проблемы или части более крупной. Они могут быть реализованы на специально организованных занятиях в рамках совместной со взрослыми или самостоятельной детской деятельности. Проекты средней продолжительности рассчитаны на решение проблемы в течение нескольких дней или недель. Это может быть подготовка к празднику, путешествию, сочинение или постановка сказки. Долгосрочные проекты от одного до нескольких месяцев решают крупную проблему, для преодоления которой требуются усилия и достаточно большое количество времени. Например, это может быть исследование своей родословной. Учебники в Вундеркинде Плюс предлагают учителю различные виды проектов. Более того, учитель сможет сам для себя определить, будет ли это личностный проект или же фронтальный, короткосрочный или долгосрочный. Здесь авторы предоставляют возможность учителю немного поиграть с учебником, с учебным материалом, так как вся тема проекта достаточно индивидуальна и потому так интересна. На следующем слайде вы видите, как овладение УУД реализуется в проектной деятельности, на каких этапах ведения проекта формируется то или иное умение. На подготовительном этапе реализуется в основном регулятивный умение, то есть это мотивация, целеполагание, планирование, личностное взаимодействие, действие, распределение ролей и принятие решений. Здесь уже коммуникация добавляется. На основном этапе происходит организация, развитие познавательных УУД, коммуникативных, происходит личностное взаимодействие, то есть решение каких-то возникающих конфликтов по ходу работы. И на заключительном этапе происходит подготовка к презентации, то есть опять же коммуникация, личностное взаимодействие. Дети презентуют свой проект и получают какую-то оценку, выносят для себя эту оценку. Также происходит рефлексия. Роль руководителя проекта невозможно переоценить. Непосредственные задачи руководителя вы видели на слайде. Во-первых, руководитель должен определить временные, содержательные, и прочие рамки, то есть условия для работы проектной группы и познакомить с ними всю группу. Учитель всегда наблюдает за атмосферой в проектной группе и ходом работы над заданиями. Учитель организует обмен информацией внутри группы, возможно, даже внутри всего коллектива, то есть между группами. Учитель организует коммуникацию участников с внешними специалистами. Это могут быть учителя-предметники или даже пригласить какого-то специалиста в профессии, которая необходима для подготовки данного проекта. Учитель устраняет конфликты и противоречия, которые возникают при проведении проектной деятельности. Он модерирует встречи, координирует работу отдельных участников проекта, консультирует в рамках проектного задания, то есть сам выступает в качестве специалиста, и также производит оценку результата проекта. Итак, каким должен быть проект, какие обязательные пункты должны присутствовать в деятельности учащихся и в вашей, как руководителя проекта, вы видите на слайде. Во-первых, обязательно сначала нужно обсудить идею проекта, определить ее тему, сформировать группы, если это групповой проект, определить роли каждого учащегося, сформулировать вопросы, задания для каждого члена группы, определить форму представления результатов, задать временные рамки. Проект должен быть разработан, все действия скоординированы, здесь могут быть различные этапы, вот как раз здесь основная часть работы над проектом происходит. Нужно определить, как оформляются результаты, соответственно, оформить их в необходимом виде, подготовить презентацию результатов, провести презентацию результатов, осуществить рефлексили и оценку результатов, и процесс работы, и вклада каждого учащегося. Очень часто пренебрегают последними двумя пунктами, очень зря, лучше потратить несколько минут урока и спросить у учеников, что им понравилось, чей проект особенно запомнился, что бы он хотел изменить в следующий раз, что вынес для себя из подобной деятельности и так далее. Постановка подобных вопросов перед учеником поможет ему сформировать собственную стратегию выполнения не только проекта в будущем, но и вообще позволит самостоятельно осуществлять различные виды деятельности, планировать, рассчитывать свое время, стремиться к высоким результатам. Уже начиная с начальной школы, проектная деятельность тесно связана с исследовательской, являющейся в свою очередь одним из путей повышения мотивации к изучению немецкого языка. Цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личными мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компетенции в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. Очевидно, что младшие школьники должны пошагово овладевать основами планирования и проведения проектов, и что успешность проектной деятельности не может зависеть только от занятий немецким языком. Именно такой комплексный подход, именно ориентация на межпредметность может позволить эффективно сформировать требуемые для проектной деятельности умения. Уровень сформированности таких умений в дальнейшем, в подростковом возрасте, будет зависеть от уровня сформированных метапредметных умений в начальной школе. Выполнение проектов имеет, кроме того, и особую значимость для индивидуального развития учащихся, для формирования у них ценностно-смысловых ориентаций, нравственных оснований, личностного, морального выбора. Для того, чтобы реализация проектов по ключевым темам не носила формального характера, в начальной школе, как я уже говорила, они могут выполняться и на родном языке, и тогда иностранный язык будет выступать только элементом, инструментом познания. Давайте рассмотрим теперь разворот учебника для третьего класса серии Вандеркинда Плюс, где учащимся предлагается выполнить проект. На этапе проектной работы осуществляется представление новой лексической и странновеческой темы. День Святого Мартина в Германии. Происходит обобщение лексико-грамматического материала. Вы видите, сначала учащиеся читают и слушают текст странновеческого содержания, о том, откуда пошел праздник, какая история связана с этим днем. Далее знакомятся с традициями проведения праздника в школах в Германии. На данном этапе осуществляется введение в тему проекта. Далее следует задание, направленное на контроль понимания прочитанного текста и закрепление материала с помощью дополнительных заданий в рабочей тетради. Дети работают в группах, разучивают и исполняют песни. Далее своими руками дети изготавливают традиционный фонарик ко дню Святого Мартина. То есть дети подготавливают и презентуют свой мини-проект перед всем классом. Вот эти небольшие рассказы о дне Святого Мартина, выученная песенка, фонарики, все это может послужить материалом для проведения более масштабного, долгосрочного группового проекта. Это организация праздника Святого Мартина в классе, группе и среди нескольких групп. Для перспектив дальнейшего исследования в данном случае учащимся можно предложить организовать выставку, например, в коридоре школы, возможно, другие группы присоединятся к этой выставке. Возможностей довольно много, самое главное уметь заинтересовать учащихся, вовлечь их в эту деятельность, помочь им освоиться с языком, раскрепоститься и заговорить на иностранном языке. Я хотела бы подробнее рассмотреть задание, в котором детям предлагается смастерить фонарик. Во-первых, это задание творческого характера, играющее важную роль в мотивации учащихся младшего школьного возраста. Посредством таких заданий происходит осуществление логической, педагогической и методической преемственности между возрастными особенностями целевой группы и конкретными целями и задачами обучения на данном этапе обучения. Дети не только заинтересованы в изготовлении поделки. Обратите внимание, что инструкция на немецком языке способствует закреплению изученных грамматических явлений в игровой форме. В данном случае это императив глагола. Другой тип проектов, который довольно часто встречается в учебниках на начальной ступени, это подготовка коллажа или плаката или мини-презентации по определенным актуальным для детей темам. На слайде вы видите пример такого проекта по теме «Моя квартира, мой дом». На основе уже готового коллажа учащимся предлагается с опорой на лексический и грамматический материал урока рассказать о собственном жилье. Благодаря таким проектам учащиеся учат формулировать типовые, личностно-ориентированные монологические высказывания с опорой на визуальный ряд. Весь изученный в теме материал вводится таким образом в речь. В качестве перспективы дальнейшего проекта эти коллажи могут стать элементом выставки индивидуальных работ или же индивидуальных подхолей учащихся, то есть частью его языкового портфеля. На этом я хотела бы завершить наш сегодняшний вебинар. Что касается приобретения учебников серии «Вундеркинды плюс», вы можете приобрести их в официальном интернет-магазине издательства «Просвещение». Ссылку вы видите на своем экране. Также в интернет-магазинах «Лабиринт» и в интернет-магазине «Озон». Если у вас возникнут, возникли какие-то вопросы, какие-то затруднения, например, где взять методические материалы, все это бесплатно размещено на нашем сайте. Если возникают затруднения скачать эти материалы или же какие-то другие вопросы, связанные с ОМК «Вундеркинды плюс» или любыми другими ОМК издательства «Просвещение», обязательно пишите нам в редакцию немецкого языка. На своем экране вы видите телефон и электронную почту заведующей редакции Агейкиной Ларисы Владимировны, и также мою Харыбина Дарья Юрьевна. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы, всегда рады помочь. Обязательно обращайтесь. Как я вижу, вопросов не возникло, поэтому на сегодня все. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok